Ты можешь что-то сделать только после того, чтобы ты понял, где это можно сделать. Обалдеть. Всем маткульт, привет! Христос Воскресе! Андрей, привет! Друзья, смотрите, у нас в гостях Андрей Павликов, математик МГУ, он же Хитман. И вообще замечательный человек, мой друг. Я часто прихожу к нему на канал. Намного чаще, чем я к тебе. Да, да. Ответный визит. Ответный визит, но вы понимаете, что ответный визит, на самом деле, находится не у меня в студии, судя по тому, что вы видите здесь. На самом деле, ответный визит-то происходит все равно у Андрея. То есть, это я пришел сюда, и Андрей, я говорю, ну что снимать будем? Он говорит, да тебе сейчас снимем. Я говорю, круто, спасибо! Ну вот, и Андрей предлагает, ну что делать, Андрей? Андрей занимается, в общем... ЕГЭ. ЕГЭ, да. Основной сейчас снимаем. ЕГЭ, но, так сказать, я думаю, что в мае это будет вполне актуально. Это максимально актуально. Конечно, некоторые просыпаются, вот самые лютые подснежники просыпаются в мае. Во, вот так. А у меня как? У меня канал, я всегда говорю, у нас канал не про ЕГЭ, но у меня пара-тройка есть видео про ЕГЭ. То есть, у меня нет такого, что я, типа, я вообще вот здесь никогда, там, это никогда. У меня вообще нет правил таких. У меня есть в целом идея, что я развиваю математику как таковую. Иногда олимпиадные, иногда просто какие-то сюжеты, иногда мои лекции заливаются, но иногда и ЕГЭ. И вот сегодня будет ЕГЭ от Андрея Павликова, математика МГУ, естественно, с рекламой всех его начинаний, каналов и так далее, Андрей. Давай я небольшую поправку нанесу, не то чтобы ЕГЭ я составляю, да? Я тебе предложил несколько задач, и мы не будем весь вариант рассматривать, так что не переживай, не с первого номера, а сразу с 17-го, в нынешней нумерации. Ну, потому что остальные, наверное, достаточно очевидны, да? Не то, что достаточно очевидны, первая часть вообще вся, ну, можно сказать, вся она простая. Да. И задания берутся из-за открытого банка, но не с теми числами, которые сейчас, числа меняются. Вот ты понимаешь, что вот такой уровень сложности задач тебя ждут. В одно, два, ну, максимум три действия, это первая часть. Угу. Вторая часть более идейная, тем более, что она проверяется вручную, то есть ты должен содержательно решение предъявить и ответ. И ответ. И ответ уже проверяется человеком, и, значит, надежда на то, что у тебя понимание есть, и тогда тебе баллы выставят. Да. Ну, и здесь, знаешь, в второй части есть какие-то задачи попроще, те же уравнения неравенство экономическое. Угу. Стерометрия, как повезет, бывает простая, бывает очень долго считаемая. Так. Поэтому, ну, честно, вот, я рекомендую всем просто решать ее последний по счету. Хотя она идет 14-й сейчас. Стереометрия, да? Решать ее последний по счету. Потому что, может быть, вы непропорционально много времени потратите. А вот три последних задачи, они идейные. А здесь четыре? Ну, здесь три. Нет. А-а-а, это два варианта девятнадцатой задачи. Ну, да-да-да. Значит, в прошлом году, в прошлом году, что было хорошо? То, что в разных регионах, в разных часовых поясах были разные задачи по содержанию. Ну, по уровню они были примерно... Хрен ты спишешь из Пензы, из Владивостока, да, если сидишь в Пензе, Владивосток не спишешь, да? Ну, в Владивостоке, значит, про ромба, а у тебя про трапеции. Ну, что ты сделаешь? Ну, да. А в следующем регионе про треугольник. Да, ну, хотя бы, да. Это минимальное, кстати, минимальное требование на адекватность экзамена стоит в том, чтобы Пенза и Москва не списывали у Владивостока. Ну, да. Это минимальная адекватность, да. Вот, то есть, планометрия была идейная, содержательная, хорошая, качественная задача пояса, да? Да, слушай, очень интересно. Никаких там убивающихся. Это очень интересный факт. Сам по себе интересный факт. Параметры. Параметры, ну, пытались разнообразить, но здесь особо сильно это... Но, вот, придумать трудно, чтобы было за разумное время решаемое на ЕГЭ. Но здесь ты можешь выбрать метод решения. Аналитика, график, плоскость, параметры. Тут, может быть, функциональные какие-то идеи заметил. Я пока еще не прочел, поэтому ничего не заметил. Пока неважно. И теория чисел в прошлом году была тоже очень разнообразной. Это хорошо. Да, то есть, блин, ты вот посмотрел, у тебя задача, что здесь было? Это вот дискретка, да, которая? Прочисла. Да, про числа. А в следующем варианте про щебазы и капусту. Вот, можно даже ролик назвать. Математики делят капусту. Ну, то есть, тебе помогло вот знание про цифровую... А, это из двух разных регионов, да? Да, да, не помогло. А здесь про капусту. Здесь про капусту. А в другом варианте было про класс, в которых мальчики и девочки там проценты считали. А еще был вариант, где какой-то, можно сказать, там процесс шел, взаимночисленные что-то делали. И вот у тебя четыре разных типа заданий, и тебе бесполезно знание о других. Тебе нужно свое. А у тебя часовой пояс, ну вот в этом часовом поясе дали у всех пару процентов. Ну, ты все равно уже эту задачу получил, поэтому ничего плохого не стало, не будет, если ты посмотришь тот вариант предыдущий, да, более восточный, но и польза тебе от этого нет. Ну, да. Поэтому я предлагаю разобрать только эти интересные задачи. В прошлом году был... Значит, в 23-м году было более-менее разумно составлено, по крайней мере, что касается поясов. Да. И вообще задачи неплохие второй части. Первая часть у всех была примерно одинаковая. Ну, про первую все уже понятно, да. Очень интересно. Так. Здесь я тебе предлагаю планиметрию, параметры и теорию чисел. Два разных варианта по теории чисел я предлагаю. Ну, посмотришь... Давай что-нибудь разберем. Значит, смотри, будем действовать так. Я начинаю... Так. И когда я понимаю, что сходу я не могу решить, я тебе передаю, и ты дарешь его решить. Хорошо. Правильно, нормально, да? Ты сразу начинаешь с планиметрии. Да, я начну с планиметрии. Возможно, я ее сразу тебе передам, потому что я с геометрией слаб. Ну, а может, ты мне идею какую-нибудь подкинешь? Сейчас поглядим, да? Три балла можно получить за планиметрию, четыре за параметры и четыре за теорию чисел. То есть 11 баллов на трех задачах. А всего 32. А всего 32. Причем за 30 уже можно сотку получить. Уже сотка за... А, понятно, там два запасных. Да, два запасных. Ну, потому что пункт В нет, в теории числа решить просто невозможно за разумное время экзамена. С учетом того, что нужно перед этим 18 задачи решить. Да. Все, я пошел, давай, готовься. Давай, давай, сейчас буду сдавать, эго, ребят. 50 лет, а? Друзья, Андрей вас хорошо поднатаскает, за шиворот вот так в понимании математики поднимет. Ну, давай так. Обычно целый год длится учебный, мы готовимся. А в конце года самый цимус, самый концентрат, называется сироп. Это интенсив перед ЭГЭ в этом году с 19 по 30 мая. Это вся теория. По всем 19 заданиям это огромное количество практики. Четырехчасовые вебы. Потому что четыре часа длится экзамен. Да, да, да. Домашки, пробки, все это было фигачим, фигачим, фигачим. Так, дальше. А дальше наступает пора лета. Кажется, что надо расслабиться. Отдыхать, да, но десятиклассники не отдыхают. Десятиклассников надо познакомиться с тем, что их ждет через год. И с десятого видео мы начинаем летнюю школу, где мы по всем заданиям пройдемся, узнаем, что они себя представляют. И заряженными будем вступать в учебный год. При этом очень важно, что каждый поставит себе цель. Ту, которая его интересует. Восемь, значит, восемь сотка, значит, сотка. Сдать ЕГЭ на порог, значит, сдать ЕГЭ на порог. Ты знаешь самое главное, какие задачи тебе изучать. Все. И спокойненько тебе... Зашибись. И целый год потом занимаешься. Вот так. Либо фигачишь жестко, либо в спокойненьком режиме. Готовишься и свои баллы получаешь. Отлично. Все подробности по ссылочке в описании. Давай. Андрей на самом деле преподавал в МГУ и в комиссии приема. Подожди, ты вопрос задаешь. Вообще, почему ко мне идти-то надо? Ну, потому что ты мой друг, я тебе рекламурую. Ну, вот именно поэтому. Все это поняли. А по-настоящему. Ну, по-настоящему, потому что Андрей работал в МГУ, да? И даже в приемной комиссии участвовал. В том числе. Хе-хе-хе. Итак. Биссектриса АМ острого угла А. Равнобедренной трапеции АБЦД. Ну, когда я это слышу, я вначале хочу нарисовать равнобедренную трапецию АБЦД. А потом уже разобраться, где там угол А. Что-то еще. Ну, давай вот напишем... Давай ее нарисуем так, чтобы она не тазиком, унитазиком вниз головой торчала, да? А вот так, нормально. Чтобы она твердо стояла на своих ногах. Вот. И тогда острый угол А, это вот этот угол, видимо. Равнобедный, ну, по крайней мере, с точностью до симметрии. Биссектриса АМ острого угла А равнобедренной трапеции АБЦД делит боковую сторону СД пополам. Ах, вот оно что. Ну да, тут как-то так вот придется вот так нарисовать. Биссектрису, да? Больше на корень квадратный похоже. А? Больше на квадратный. А, это на биссектрису прям не похоже. Не-не, вот там тряпочка. Придется перерисовать трапецию, чтобы... Я рекомендую тебе до конца дочитать условия. А, и тогда уже рисовать, да? Чтобы все объекты, да? Потому что... Да, но я уже, да, в голове помню, чтобы боковую сторону пополам делить. Нет, ребятам я как говорю, посмотрите, там у вас, допустим, будет какая-нибудь описанная окружность. Около треугольника. Ну что сложнее нарисовать? Ну, конечно, окружность. Начни с окружности, потом в нее треугольник впишешь. О! То же самое, ты прочитай до конца, что там есть, посмотри, что самое сложное, и это рисуй. Отрезок ДН перпендикулярен биссектрисе. Так. Угу. А, кстати, биссектриса АМ, когда пишется у трапеции. Имеется в виду, что М это точка выхода биссектриса из трапеции, да? То есть какую бы сторону она... Точка, которая сейчас на стороне. На стороне, либо той, либо той. Тут уже как получится. Так. Понятно. Отрезок ДН перпендикулярен АМ и делить в сторону АБ. Че, сторону АБ. Отрезок ДН перпендикулярен на отрезку АМ. То есть ДН это на АБ попадает. И делить в сторону АБ в отношении АН к НБ равно 5 к 1. Ну да, это вот сейчас, конечно, да. Нарисовать это сейчас будет не очень просто. Так, АН длинный, да? Нет, АН биссектриса. Нет, АМ биссектриса. АМ. Ну ладно, давай еще попробуем. Вот это пасхальный кулич. Вот сейчас идет пасха, да? Угу. Вот. И это будет пасхальный кулич. Почему он у меня только неравнобедренный? У меня пасхальный кулич неравнобедренный. Такой пекарь. Как живой. Живые же неравнобедренные, да? Не обязательно равнобедренные. Ну вот, кстати, это уже немножко похоже на... Похоже на правду. Это нормально, да. Серьезно хорошо попадешь. Вот я попал, допустим, вот моя биссектриса. И вот уже картинка совсем другая. Да, это пасхальная задача, это пасхальный кулич. АМ это биссектриса. И ЦМ равно МД. Да. Далее. ДН перпендикулярен отрезку АМ. Угу. И делит в отношении 1... 5 к 1. Ну, вообще... Очень хорошо. Очень идеально. Очень хорошо нарисовал. Угу. ДН делит в отношении 5 к 1. Так. АННБ. Так. Че надо? А, вот теперь же приступаем к тому, что че надо? Пункт А. Доказать, что прямые БМ и ЦН перпендикулярны. Угу. БМ и ЦН. Возьми лоб в другого цвета, чтобы эти прямые показали. БМ. Ой-ой-ой-ой. Рука дрогнула у бойца. И ЦН. Ну да. Ну да. Ну, видно, что Н же должно быть чуть-чуть сюда. Правильно? На самом деле, для красоты и для правильности ситуации надо чуть-чуть все это убрать вот сюда. Да? То есть, пусть вот это будет все-таки перпендикуляр. Угу. Первое, что приходит в голову, не знаю, правильная ли эта идея сейчас, это что НС параллельно АМ, а БМ параллельно НД. Тогда они точно будут перпендикулярны. Ну, по крайней мере, рисунок это не исключает. Ну да. Если ты это докажешь, то тогда все хорошо. Да. Если я это докажу, то все хорошо. Да. Так, сейчас, давай посмотрим, что у меня тут получается. Ну да, так, по-честному говоря, в данный момент идеи нет никаких. Кроме, пожалуй, того, что... Сейчас, 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 сейчас. А если, нет, если вот так сделать, ничего, нет, непонятно сейчас, что будет так. Можно ли что-то тут добиться? У меня, значит, биссектриса. Это перпендикулярно, да? Вот эти равны, да? Почему? Потому что... Ну, сейчас. Потому что... Ну, сторона и два угла. Да, можно так. Второй признак равенства треугольников. Да, второй признак равенства треугольников. Значит, соответственно, на самом деле они равны. А, и значит, АД равно АН, кстати. Да? Да. АД равно АН. Ну, конечно. Вот. Так. И, соответственно... Что из этого еще можно извлечь? Что же можно извлечь? Что же из этого можно извлечь? А, у нас еще вот эти равны, да? Угу. Так, как можно использовать то, что равны эти? Как можно использовать, что равны эти? А! А! Да! Значит, вот это действительно параллельно этой. А что значит действительно параллельно этой? Ну, как бы в два раза дальше идет вот этот треугольник подобен этому. Да, отлично. Или теорема Фалеса. Теорема... Обратная. Обратная. Обратная к теореме Фалеса. Да. Треугольник ДО, пусть это О. ДОМ подобен треугольнику ДНЦ. Из-за того, что у него... У них одинаковый один угол и подобие соседних сторон. Ну, короче, очевидно, да? Значит, соответственно, эта сторона параллельно... Значит, НЦ параллельно... Слушай, я, кажется, справляюсь, да? Пока, по крайней мере. Я не знаю. Вот теперь надо доказать, что БМ параллельно ДН. Да. Вот, что надо доказать, потому что видно, что это действительно тот метод, который приведет к результату, раз уже одну параллельность мы доказали. Значит, нужно доказать, что БМ параллельно ДН. Так, а как же, интересно, можно такие вещи доказывать? Вот БМ должно параллельно ДН быть. Так, очень интересно. А если я вот так сделаю, это поможет? Этого никто не знает пока. Но то, что ты сделал, это классная штука по названию дополнительное построение. Допостроение, да? Ну да, если ищешь трапецию... Интересно, вышла за камеру наверх или не вышла? Сейчас появится. Так, значит, видишь трапецию, проводи ее до равнобедного треугольника. Ну, равновых. В данном случае. В данном случае, да. Так, теперь что? Теперь мне надо извлечь какую-то пользу из пять к одному, да? Так, как же это сделать нам? Так, 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 так. Значит, это параллельно этому. Так, они параллельны. Значит, отношение ХС к ЦМ равно ХН к НА. Да. Помогает? Помогает или не помогает? По виду кажется, что это все три одинаковые, но... Не-не-не, это не факт. Не факт, естественно. Это только как кажется. Так, значит, итак, сейчас НС. Значит, сейчас что мы имеем? АН к НХ, да? НХ равно НС к ЦХ. Да. Вот, теперь АН это АД. АД к НХ. АД к НХ. Равно НС к ЦХ. Ну, прямо скажем. Пока от этого пользы у меня мало. Ну, у тебя еще ДМ равно МЦ. ДМ? ДМ. Да, ДМ равно МЦ. М это середина же. М же это середина? М середина. А может это как тебе? Так, вот я пока не понимаю, как это может помочь. То есть, я пока не вижу... Вот я, честно говоря, не вижу, как этим воспользоваться. Вот этой серединой, да? Я не вижу, как воспользоваться. Чего-то еще мне не хватает. Какое-нибудь еще. Может, еще какое-то доп. построение сделать, нет? Это хорошая идея. Вообще, когда трапецию видишь, первое, о чем нужно подумать, это о всевозможных доп. построениях в трапеции. Да. О всевозможных. Какие еще? Но среднюю линию здесь только на громождение какое-то будет жуткое, да? Непонятно, зачем нужно. Это не доп. построение, кстати. Это не доп. построение. Доп. строение знаешь какие? Нет. Боковые стороны провести до пересечения. Проводить прямые, параллельные сторонам и диагоналям. Проводить высоты. Это все стандартное. Ну, а поскольку в условии еще что-то есть, какие-то другие, то всевозможные параллельные прямые им проводить... Ну, давай тогда вот так сделаем, ну вот так. Вот это. Возможно, хорошая идея. И тогда появляется у тебя всегда куча поводобных треугольников. А знаешь, почему? Да, конечно. Ну, понятно, почему, да. Так, ну хорошо. Значит, пока я вижу, что cy это ad. Да. Значит, если эта сторона имеет длину a, то это тоже a, и она равна как бы 5 вот этим. Ну, лучше бы написал бы 5a, мне кажется, так проще. Ну, то есть вот это. Вот это. Ну, это я просто хочу, чтобы это ни было. Какая разница? Это все до подобия. Ну, на егэ у тебя будет пресса. Егэ будет тягачей, да? Какая же там единица? Ну, хорошо. Там как раз вот a и 5a будет идеально. А, ну, как-то странно. Да, тут же все до подобия. Это же понятно. Так, значит, дальше здесь тоже 5a, да? Так, ну и, значит, и это a. Потому что эти тоже подобные. И вот это равно вот этому. Соответственно, это равно этому. То есть он равнобедренный. Так, что дальше мы имеем? Так, сейчас. Значит, сейчас. Вот этот треугольник, понятно. Теперь вот этот, да? Вот этот и вот этот, правильно? Тут у меня... А, тут отношения. А! Отношения я могу сказать какое. Какое? Дело в том, что вот эта вот сторона, вот как бы это 1 к 5, значит, это тоже 1 к 5. Да. Поэтому, если это b, а лучше 2b, то это 5b и это 5b. Да, согласен. Ну, чтобы целых. Чтобы все целое было. Правильно я говорю? Правильно. А, значит, у меня это к этому это 5 к 7. 5 к 7. Значит, это к этому тоже 5 к 7. Да. Значит, остается a. Отлично. Правильно? Правильно. Успеваете, друзья, да? Ну, я очень медленно делаю. Надеюсь, что все успевают. Потому что я настолько медленно делаю, что... Вот, значит. Соответственно, у меня уже появилось еще... А! Так. И что? Я что-то не вижу, да, здесь важного? А, все, вижу. Да. Они равны, и эти тоже равны. Значит, это средняя линия, а вот это у треугольника. Да. Значит, она параллельна тому, что надо. Все. Классно. Теорием доказано. Ну, так, так. Пункт А. Пункт А. С легкой... А, пункт А только. Ой, блин. С легкой помощью из зала. Ты не стараешь, пригодится. Да, с легкой помощью из зала доказано. Нет, помощи почти не было. Ну, так, да. Ну, наверное, я бы сделал эти построения. Рафаэл Кауныш Горден все-таки когда-то меня учил. Не, ну, вот трапеция... 35 лет назад научил. Все возможные... Все возможные. Вообще все возможные. На них надо подумать. Что-то из этого наверняка пригодится. Пункт Б. Найди длину отрезка МН, если площадь равна 3 корня из 2. Значит, С трапеции... А, трапеция, я не знаю, как обозначается. Ну, короче, А, Б, С, Д. Что равно 3? Корни из 2. Найти длину МН. МН. А, вот этого? Угу. Так. Покажи мастер-класс, Андрей. Давай, я тебе передам бразды. Ну, давай. У тебя вот была идея этот отрезок провести в самом начале. Да. А его, по-моему, тебе предложили найти. А его предложили найти, да. Ага. Смотри. Значит, что здесь у тебя получилось? У тебя получился дельтоид? У меня звезда! Да нет. Пятиконечная звезда. Правда, неправильная такая немножко с разными... М, С, Б, Н дельтоид. М... Что? М, С, Б, Н кто? Дельтоид. Дельтоид в пальто. Это не тот, кто плохо видит, да, путает цвета. И не тот, кто в дельте ловит рыбу. В дельте, например, реки Ролда. Диагонали перпендикулярно, а соседние стороны одинаковые. Значит, это отрезок, краем вот этому. Это дельтоид называется? Да, ты не знал? Кстати, в учебнике его нет. Что? В учебнике в планиметре его нет. Но это такой... Взяли ромб и начали его растягивать. Ну, это воздушный змей, который... Да-да-да-да-да-да-да, это воздушный змей. Да-да-да, это именно его ромб. Будем искать вот этот отрезок, будем искать этот отрезок. Да, будем цм искать, а он же мд. Нашел, что здесь а и 5а, значит, вся боковая сторона сколько? 6а, значит, эти по 3а. И основание-то нашел. Теперь ключевая фраза. Если ты знаешь все стороны трапеции, ты можешь найти все, что угодно. Что нам нужно? У нас есть площадь. Конечно. Все стороны есть, значит, находится высота. Логично? Логично. Зачем нам высота? А? Зачем нам высота? Ну, высота участвует в площади трапеции. Давай это зафиксируем. Почта равна, значит, полусумме оснований 5а плюс а пополам умножить на высоту. То есть, получается, 3 корни из 2, это 3а, аж, да? Ну, да. Точнее, высота нам, может, не нужна. Потому что может доказать, что этот отрезок, это то же самое, что цем, то есть 3а. То есть, не а надо найти. Значит, аж надо, наоборот, выкинуть. Логично? Ну, да, логично. 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 Ну, а теперь до построения. Какое самое базовое в трапеции? Прости высоту. Высоту, да. А трапеция равнобедренная. Пасхальный кулич, как ты говоришь. Да. Да, 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 да. Я провел сразу две высоты, и разумно, что вот эти отрезки крайне одинаковые. Потому что трапеция равнобедренная. Очевидно. Так, это значит, что вот здесь а, вот здесь тоже а. Здесь 2а. Здесь 2а. Здесь 2а. Здесь 6а. Так, 6а. Ну все, я могу высоту через а. Точно. Так точно, сэр. Значит, Пифагор, да, гласит? Пифагор, привет. Привет, Пифагор. Давно не виделись. 32. Да. Значит, аж 4а корней из 2. Так, мы теперь аж сюда подставили. Ну да, отлично, отлично. Радикалы сократились. Здесь квадрат и квадрат. Значит, а это 1 вторая. Да, все. А мне нужно 3а. Да. И осталось написать ключевое слово. Ключевое слово. Ответ. Ответ. Ответ к пункту B. К пункту B. А, к пункту A я еще не дописал. Нет, к пункту A нет ответа. Там ответ-то какой-то. Там доказал. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Класс! Слушай, разбомбили. Ну, это неплохо. Ну, то, что ты хотел просто с отрезок, это хорошо. Это хорошо, да? Его все равно составили на списке. Все равно представили, да. Вот эта задача, кстати, идея, что какой-то левый отрезок проведите и найдите его длину, а он перекидывается куда-то в другое место, где-то легко можешь найти. Вот эта идея уже тоже встречалась несколько раз. Да. Планиметрия готова. Слушай, ну это круто. На самом деле она даже вполне решает. Я думаю, что я добил бы за несколько минут. Она хорошая идейная, да? Она хорошая, да. До построения это всегда идейно. Проверяет, да, вот эти вот. Ну, в общем, я... Ну, это хорошая задача, да. Хорошая. Хорошая. Готов ее признать хорошей. Так. О, смотри, тут абсолютно прикольно. Да, да, да. Прикольно. Я говорю, ты... Стираешь, как будто бы археологический раскоп. Да, да, да. Там следующий слой. Следующий слой пошел, да. Следующий слой знаний. вот сейчас проверим писали ли здесь матом когда-нибудь на доске найти все значения параметра а при каждом из которых система уравнений так лучше левее лучше левее да 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 вот вот моя граница стоит я тут и напишу да и так все значения параметра а при каждом из которых система уравнений имеет ровно два различных решения о x квадрат плюс y квадрат о пахнет нашим вот три саватеевых помнишь разбирали задачи егэ на канале я папа и мишка там тоже был какой-то параметр папа его как-то решил а вы спешите не решили мы потом обсуждали это решение и решали по-другому как-то так в общем что-то в этом духе x квадрат плюс 6x на корень из x плюс y плюс 6 равно нулю а параметра не вижу здесь никакого он вот здесь вот на x минус 3 так вот нам нужно чтобы система имела ровно два различных решения здесь обычно логика такова когда система одно уровень какое-то страшное но там параметра нет да максимально простой ну да то есть на самом деле вот это вот ну давайте я сейчас нарисую схематично как я это вижу что вот это уравнение задает какую-то хрень там какую-то колбасню на плоскости просто на есть и все а это уравнение вот это уравнение вот что это такое при x равно 3 все время получается 0 значит через точку 30 про проходит все это прямые понятно да с разным наклоном значит а не может быть бесконечным но нулем на здоровье поэтому это пучок прямых и мы ищем значит вот какие то но вот это нет остальные все есть и мы смотрим чтобы эти вот ну вот грубо говоря так как я нарисовал да получится что вот вот эти все годятся да ну то есть суть только в чтобы как-то правильно изобразить вот эту дрянь по поводу изобразить школьники вольны выбирать любой метод решения но все произведение двух чисел равно нулю чаще всего начинается аналитики но здесь просится нарисовать ну тут конечно тут же два уравнения тут произведение двух чисел равно нулю но в любом поле если произведение двух чисел равно нулю то одно из них равно нулю а у нас наверное вещественные да все только такие не комплексных нет ничего ну даже если были все равно поле значит соответственно на самом деле распадается вот эта хрень распадается в 2 вот то есть фактически речь идет о о том что корень из какого-то вот такого числа равен нулю вот но это понятно это но то так это как бы это часть прямой да то есть это не всякому то часть прямой это вся прямая а ну вообще до слушай ну да да слушай чай сказал глупость да я же не буду извлекать корень из отрицательного да и экспресса 6 равно нулю все если не равно то значит корень не равен нулю если равно то корень равен нулю да все начнет просто вот Значит, это первое, и это нарисовать несложно. x плюс y равно минус 6. Вот она, да? Ну, какая-нибудь синенькая. Но тут я сейчас потом все равно, конечно, все перерисую. Потому что вот эта вот заказяра мне же не нужна. А вторая часть, это x квадрат плюс y квадрат плюс 6x равно нулю. Ну, здесь там пахнет окружностью. Потому что это x плюс 3 квадрат плюс y квадрат равно тому, что осталось, то есть 9. Поэтому это окружность. И она имеет центр в точке минус 3, 0. То есть отраженный от этой. А, вот тут, кстати. Почему это? Потому что x плюс y плюс 6 равно нулю. Ой, нет, извини. Нет, лучше пересадить. Да, да, да. На самом деле далеко ушел. Вот так вот. Вот здесь. Вот. И она еще касается... Она касается, да? Она касается вот так вот. А, она еще вот так, да? Так. А вот тут она... Сейчас я пытаюсь понять. Тут скорее все-таки она пересекает, да? Ну, конечно, пересекает. Пересекает, да? Ага, да, да. Ну, конечно, да, пересекает. Так, значит, получается вот такая вот, на самом деле, картина. А, да, почему пересекает? Ну, потому что вот здесь пересекало бы. А так симметрично. Ну, можно и так, да. Да. Так, значит, здесь получается вот такая картина, которую надо теперь аккуратно нарисовать. Рисуй, не рисуй, не рисуй, все равно задачу решишь, да? Или не решишь? Можно не рисовать, аналитика. Решаешь уравнение. Ну, можно и не рисовать, да? Не, ну, лучше нарисовать. Ну, лучше рисовать. Ну, мне больше нравится рисовать, конечно. Мне тоже. Значит, итак, давай еще раз. Вот здесь же можно рисовать? Нужно. Нужно. Камера достает досюда, достает. Вот такая граница, видишь где? Да, вот минус 3, вот плюс 3. Через эту точку проходит пучок прямых. Разной степени наклонности. Вот. Включая параллельную землю. И параметр управляет этим пучком. Правильно я говорю? Правильно. Через точку минус 6 проходит вот такая вот прямая. И здесь минус 6. Я, конечно, не очень хорошо ее нарисовал, но ладно. Вот. А через эту точку проходит вот такая вот окружность, касающаяся вот этого. Вот, она касается оси ординат. Она касается оси ординат. Поэтому, если бы там была вертикальная прямая, тоже было бы касание. А раз не вертикальная, в точке минус 6, тогда точность секущая. Ну, да. В смысле, вот это вот, да? Ну, да. То есть, слева, если бы такая же пошла вертикальная. Да, да, да. Да. Все. Значит, мы все видим. Осталось ответить на вопрос. Это довольно просто теперь будет, видимо, сделать. Значит, итак, нам нужно ровно два решения. Заметим, что... Заметим, что ноль подходит. Конечно. Потому что, хоть тут и двойное, но мы же, у нас не алгебрическая диаметрия. В алгебрической диаметрии был бы индекс пересечения удвоенной точкой. Да, но здесь совпадает. А у нас, да, совпадение в школе, это не считается. Не считается. Вот. Значит, соответственно... Там же всегда подчеркивают, различных решений сколько. Да. А это одинаково. Да, да. Значит, а равно нулю, внимание, подходит. Теперь, если я отступаю в эту сторону, то некоторое время будет три. Понятно, да? Ну да. То есть, при а меньше нуля, некоторое время будет три. До момента, когда я откасатил ее, да? Если я ее откасатил, она либо параллельна, либо вот так, либо вот так. Вот это интересный вопрос, да? То есть, нам надо узнать... На уровне касательных. Да. Или угловой коэффициент. Да, 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 да. То есть, нам надо сейчас определить. Худший вариант, это что он... Что она параллельна... Давай просто исключим случай, что она параллельна. Тогда будет ровно одно пересечение в этой точке. А, все равно нужно найти это значение, к сожалению. Да. Как ни крути, надо найти. Но она меньше 45 градусов, я уже вижу на глаз. Вот этот вот угол меньше 45. Это не является доводом для эксперта. Может быть, ты плохо смотришь? Может быть, тебе надо очки надеть? Одень очки! Во, касательный перпенджиан радиуса. А радиус равен 3. Да. Кроме того, вот эта штука равна 6. Да. Ну так я знаю... Ну, конечно. Эту сторону. Теремки Фагора опять же. Да, теремки Фагора. Три корней из трех, что ли? Да. Прям в уме я, что ли, решил? Проверим? Да вроде все правильно. Да? Так. Значит, вот это вот О. Ну, неважно. Не нужно. Итак. А! Вот, да. Вот как теперь? Да, теперь надо подумать, да? То есть, вот что это так, как бы сказать? Коэффициент А, это ведь отношение этого к этому со знаком минус. Правильно? Этого это чего? Перпендикулярный сюда. А зачем тебе высота-то нужна? Ну, мне нужно А найти. Ну, так у тебя же все стороны прямоугольного треугольника известны. Все три километра. Ну, да. Ну, в смысле, какие-то арксинусы, что ли, запустить? Зачем? Косинусы. Угловый коэффициент, это же тангес. А, подожди, тангес, конечно, господи, что я говорю? Глупость. Да, это просто отношение этого к этому. Да. То есть, отношение этого к этому и отношение этого к этому, естественно, совпадают. Да. Да, ты прав. Значит, соответственно, А равно минус один на корень из трех. Да. Это не будет ошибкой или нужно писать минус корень из трех на три? Это отлично. Это уже на твое усмотрение. Это на мое усмотрение. Так, то есть, да, и я вижу, что это меньшее по модулю, чем один. Да. Поэтому до этого не произошла ситуация параллельности. А значит, все точки пересечения всегда были там до этого. И ровно в этот момент появилось два решения. Поэтому у меня уже собран некоторый урожай. А ты вот тогда слева пиши слово. Давай, урожай. Урожай собирай. Урожай. А равно нулю. А равно минус один на корень из трех. И более того, дальше, когда я в вертикальную область повернусь, я больше не наберу урожая. Тут, кстати, прокадывают ли вот такие визуальные, что дальше прямая уже не пересечет окружность, а с прямой пересечением будет максимум одно? Ну, конечно. Это нормально, да? Да, достаточно. Хорошо. Теперь идем дальше. Вот мы чуть-чуть повернули. И вот она пересекла. Да. Один раз, естественно, точка пересечения с прямой одна. Идем, идем, идем. И вот и наступает момент, когда она впервые касается этой прямой. Окружности, наверное. Окружности, да. Она касается этой окружности. И опять получается тот же коэффициент. Ну, конечно. Снова дельтоид. Да! Снова дельтоид. Собрали еще один урожай. А равно один на корень из трех. Продолжаем его понижать. Значит, в момент... Вот было три решения до момента, когда прошло через вот эту точку. Пересечение. И снова два решения. И снова нам нужно найти это. Ну, это легко. Наверное. Наверное. Нанервное. Намерное. А, ну это... Сейчас, подожди. А, да, там же легко. Это же три... Это же... Вот здесь она. Угул, да, хороший, да. Да. То есть, короче, окружность пересекает эту прямую ровно внизу. Значит... Правильно ведь все? Правильно. Значит, это три шестых. Три шестых. Одна вторая? Да. Еще один урожай. Это а равно одна вторая. Ну, на мой взгляд, урожая больше не будет в этом лесу. Потому что дальше будет все время три решения. Вплоть до нуля. Слова-ответ пиши. Ответ. Вот прям где-то все собирал. Зачем тебе лишнее? Да. А, вот так вот, да? А так снизит, да? Нет, так не снизит. Так, ты большой молодец. Заработал где-то в районе двух баллов. Из четырех. Так, объясни, почему? Ну, я тебе сейчас покажу. Очень интересно. Давай. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда прямо. Что ты здесь забыл сказать? Три волшебных буквы. Три волшебных буквы? Да. Которых очень многие боятся. Хэ? Нет. Там две согласных. Одногласные, ты прав. Так. Но немножко не в том порядке. Первое гласное. ОДЗ. Правильно. А что же здесь такого с ОДЗ? А с ОДЗ у тебя вот так вот. Ты когда в районе решил, ты молодец, у тебя вся прямая. А ОДЗ ты должен написать ограничение? Так я как раз хотел, да? Нет. Ты-то здесь все очень шикарно сделал. Но вот на все остальное ты это не наложил? Сейчас. Подожди. Подожди. А Х плюс И плюс 6? Тут у тебя автоматически выполнилось. Понимаешь? Тут у тебя автоматически выполнилось. Тебе повезло. А совсем остальное задвини, так? Подожди. А что это означает? Что на окружности надо что-то убрать? Нет. Нет. Смотри. Это значит, что ты где живешь? Ты живешь в одной полуплоскости. В какой-то. А ты хочешь на всей плоскости жить. Так. Сейчас. Одна секунда. То есть... Вот смотри. Вот у тебя прямая твоя. Да. Она делит плоскость на две полуплоскости. Да. Ты живешь только в одной. В какой? А тебе вообще... Подожди. То есть что это означает? Что в задаче вообще нельзя залезать туда? Ну, понят. Несмотря на то, что... Тебя тому не влезай убьет. Знаешь, такое вот это... Да ты что? Рисовали вот такую штучку, да? Да ты что? Не влезай убьет. Все нормально. Ну, корень... Ну, там... Секундочку. Комплексных нет. На ЕГЭ. Нет. Проект был. Года три назад. Но его сейчас... Вот это да! Слушай. То есть... Вот берем точку, да? Значит, допустим, вот эту. Ну, ты любую точку возьми, с которой легко работать. Ну... Тебе все работает, вот с этой точкой. У меня две нулевые координаты. И сюда подставь. Да. Да. Сейчас. Х плюс у плюс шесть. Больше равно нуля. Да. Да. Выполняется. Выполняется. Значит, ты живешь вот здесь. А здесь у тебя ничего нет. Нет. Подожди. Сейчас. Ты живешь вот здесь как раз. Да. А здесь нет? Ну, смотри. Ну, ты вот здесь живешь. То есть я беру вот эту точку. Вот. Вот эту точку. И проверяю. С которой все хорошо. Это точка. Это точка, где нежплюс у плюс шесть меньше нуля. Да. И несмотря на то, что она прекрасно... И у тебя вот это не выполняется. А значит, нельзя рассматривать вот этого, да? Ну, конечно. То есть если не выполняется... Если нельзя извлечь корень, то нельзя и нарисовать вторую окружность? Да. Логика здесь такова. Логика такова. Первый множественный равен нулю, второй имеет смысл. Первый множественный равен нулю. Первый имеет смысл. Первый имеет смысл при любой хексике. Гениально. Слушай, и так работает, да? Ну, и все. И ты баллы на ровном месте теряешь. Обалдеть. Слушай, ну это прям вот... Ребята, это очень важно. Вы понимаете, да? Вы же как бы... С точки зрения математики ошибки никакой не было. Но вы потеряете баллы, потому что есть некие соглашения, да? Что вот надо вот так, да? Ну, давай сначала, ребята, школу закончат. Да, да, да. Потом придут в университеты, сдадут высокие баллы, да? Ну, да. А что нужно сделать, чтобы на высокие баллы сдать? Надо готовиться. Ты понимаешь? Слушай, вот это очень интересно. Вот это, честно говоря, я первый раз слышу. То есть, если даже уравнение полностью имеет смысл, оно распадается в две части, да? Оно не полностью имеет смысл. Вот очень важно. Вот это исходное уравнение не полностью имеет смысл. Не при любых хексиках. То есть, эту точку мы не берем... В силу того, что для нее вот этот... Хотя при этом вот тот равен нулю. И ноль на что угодно будет. Ну, то есть, сначала вот это что угодно не получит. Да, слушай, это... Ты потом не получишь. Это феноменально. Это феноменально, да. Это феноменально. так ну давай тогда вычислим ответ то есть ответ ответ у тебя нет да ответ этого нет а значит ответ у тебя сейчас подправится то есть все что нашел ты молодец но теперь нужно разобраться с тем что еще может появиться или наоборот пропасть слушай ты хочешь сказать что синяя фигура вообще вот это вот она да то есть это не не окружность прямой это вот это вот хренатень вместе с хорда это вот как бы вот этот вот да стоящий этот самый на ней лежащий шар ну не шара слушай дуга то есть дуга стоит на хорде и про хорда продолжается напрямую и вот этой части у нас не существует это сильно все меняет это означает что все вот эти прямые они с этой фигурой формально получаются две точки пересечения то что третью мы не учитываем из-за того что мы не можем извлечь корень хотя это ноль как бы мы его не извлекли будет ноль но но в школе не считается то есть важный момент смотри да ты можешь что-то сделать ты можешь что-то сделать после того как ты понял где ты это можешь сделать а до этого момента ты ничего делать не имеешь обалдеть и вот эти все коэффициенты это ответ то есть получается что между нулем и минуса и 1 2 все годится да обалдеть да значит а принадлежит отрезку от нуля до 1 2 запятая а равно плюс-минус 1 на корень из 3 да слушай но это это ты меня поразил для меня в 50 лет 4 точек да а стал отрезок с двумя отрезок с двумя да огромный ответ совершенно кардинально изменился да 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 кардинально изменился ответ только из-за того что мы не можем комплексный здесь корень и все тогда будет нормально работать ну как бы давай еще раз да давай еще раз да это невероятно давай я сяду если ты оставайся здесь еще раз логика да ты можешь что-то сделать только после того что ты понял где это можно сделать обалдеть я буду работать вот на этой полянке и на ней все что нужно а вот во всем лесу искать нельзя то есть вот это просто запретная зона да там в медведи живут да вообще страшно там вообще там клещи змеи и медведи вот здесь три да в тайге есть три но и мы я наталья восток не езжу все-таки так обычно у меня три вот естественных врага когда я хожу в походы на нормальную тайгу там в районе байкала это клещи змеи и медведи так все остальные звери они как бы ну они вообще не не очень интересует я их часто встречаю но они не страшны волков нет днем я никогда не хожу ночью медведь если ты его не увидел проблемы нет змея если ее увидел проблемы нет они противоположным образом действуют ну и от клещей у меня прививка вот ну вот как бы примерно так то есть вот здесь страшная зона да страшная вообще там сразу все хотя и волки днем фактически ведь это же все на самом деле конечно там лежит просто в комплексном смысле когда извлек корень нужно ну чему-то равен да ребят ну это да это да но наверное школе этому как бучит это уже 35 лет в школе но типа не был поэтому задача с параметром эти так скажу да в редкой школе успевают рассказать на что банально не хватает часов банально понятно это только работа это много ну минимум на полгода а желательно целый год давали еще лучше если например ты десятиклассник прямо с лета начинать приходишь вот так на летнюю школу я тебе расскажу какой страны летнюю школу приходите к андрею андрей грамотнейший мужик вообще супер вам все это расскажет да я тебе да это сначала покажу из чего ты в летнюю школу живую да устраиваешь класс это давно по 10 июня начинаю это первый раз не не первый раз а какой я уже сбился со счета не знаю каждый раз да смотри то есть идея какая десятиклассник а это не живая не ты не собираешь ребят да так не ну я со всей страны с удовольствием бы собрал ребят но им просто тяжело ехать ясно 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 а так я говорю в онлайн пожалуйста приходите будем заниматься и вживую и фигачишь им вот эти параметры не только параметры я говорю вот давайте посмотрим как устроен егэ что из себя представляет каждое задание первая задача вторая задача третья до 19 дошли вы все поняли теперь поймите что вот это на 100 баллов а вам нужно 80 значит вы себе чуть-чуть сужаете вы понимаете какие зачем вот это 80 сколько первичных ну сейчас шкала в этом году пока не понятно а по прошлой если ориентироваться так там было 64 это было 11 первичных так и еще соответственно 16 это по 2 каждый это плюс 8 19 первичного из 30 из 31 в прошлом году в этом году 32 поэтому я могу не решить ни одной из этих задач и получить возьмись ну да поэтому ты грамотно оцениваешь свои силы ты уж так мне еще можно речь то что то что мы не еще назначаем в этот момент да еще нужно речь на русский например да 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 у меня не столько времени можно да и поэтому я лучше какие-то задания уберу и я понимаю какие самое главное когда начинать подготовку очень важно понять конечную цель мне нужен как можно это плохая цель ты не знаешь что тебе нужно а когда ты знаешь что тебе 80 а вот это можно не решать значит на это я время но при подводке не трачу будет нет а мне наоборот это надо 90 плюс понятно как бы ты сейчас стратегируешься показываю я объясняю как у стрелки какие значит надо учиться в каком порядке решать и так далее и так далее да и к 1 сентября не подходят готовые заряженные и дальше весь год уже спокойно готовится да круто 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 но ты меня с этим с этим одзет и меня просто убил честно просто то есть это вообще да действительно же меняется даже ответ значит и так для чисел а и б стоящих а ну мы потом положим это условие да ну конечно вот да ну да конечно существует числа для которых это равно 100 заодно и приведем как бы пример о слушай это точно 239 делали задачу точно сочиняли 239 школы я даже знаю кто прям максим да да он же эту задачу делали конечно признавался да так теперь понятно что он он из тех слушай это тоже известная школа или нет нет пока неизвестно ну вот слушай но хитрый какой максим яковлевич а да понятно тут первые напрашивается да сразу естественно первый человек будет стремиться сделать побольше это произведение получит 81 но 10 и 9 это первое что напрашивается когда 19 раскладываешь то есть это я думаю что это половине случаев может такой быть что в половине случаев пример такой нет намного больше случаев а намного больше нет случаев всего намного больше и 239 там в малом количестве то что все-таки как бы это настолько вот а ответ это да да например вот ты сейчас сделал гениальное действие написал слово например потому что если написать только слово да это ноль баллов несмотря на то что это да правильный обязательно должен быть пример а не ну понятно нет ну смотри какой не пример да если бы написал да вот эти два мне бы сняли или нет вот эти два эти числа нормально так существует ли пятизначные числа для которых это равно 400 так пятизначные числа для которых это равно 400 так 9 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 даст 405 так значит вот это даст 405 это как бы чуть-чуть больше да можно ли эту ситуацию подправить но уже 9 8 сильно меньше то есть как бы если хотя бы в одном месте не 9 9 то не больше чем 9 8 да поэтому падение будет на 9 это уже 396 и ниже значит ответ нет нет отлично слушай здесь я как-то легче прохожу чувствуется свою стихию попал люблю я люблю это да это же теория чисел да значит ответ нет доказательства вот но я не буду записывать конкретно доказательства но понятно идея понятно то есть слишком большое число есть больше но только если все девятки а если хотя бы одна не девятка уже сильно меньше сразу на 9 это ниже 400 так вот в ты говоришь что это очень сложное должно быть да обычно в это очень сложный верно ли что любое натуральное число от 1 до 260 является суммой для некоторых четырехзначных чисел а и b а то есть смотрю тебя 260 вариантов да и среди них может быть оказаться все верными а может быть затесаться один например неверной да верно ли что все числа встречаются ага да xa плюс by у плюс cz плюс dt равно n n равно от от какого от 1 до 260 да ну один это 1000 на 1000 да то есть 1 место 2 это 1000 на 2000 так как то сходу получается что в начале все получается. Так, то есть у меня есть 8 переменных, мне нужно для любого n между 1 и 260 подобрать эти переменные. 260 уравнений. 260 уравнений, да. Со 8 переменными. Да, это как бы так интересная, конечно, задача. Ты понимаешь, что у тебя время ограничено? Время ограничено, да. А ты претендуешь на сотку. Я бы ванговал, что да. Ты претендуешь на сотку и 260 уравнений. Да. Ну да. Я бы ванговал, что ответ да. Ну, 0 баллов. Ну, за вангу. Или неправильный ответ? Ответ может быть правильный. Но ответ без пояснений это 0 баллов. Я вот так, я для себя думаю, что, наверное, ответ да. То есть как бы нужно просто сейчас понять, как быстро объяснить, что можно что угодно реализовать, если я утверждаю это. Правильно? Ну вот, как бы так, ну вот, допустим, вот что я могу попробовать сделать? Я могу вот покрутить с нулями пока. Вот, допустим, у меня здесь нули, да, стоят? То есть какие-то из вот этих нулей. Тогда у меня вот такая сумма. Вот какие у нее варианты. Понимаешь, да, что я хочу сделать фактически? Потом я сюда где-нибудь 81 засуну и прибавлю то, что у меня уже есть. Вот. Ну, то есть там видно, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 получается. 10 получается. 11 это, значит, 7 и 1 плюс 4х1. 12 там тоже, ну, то есть как бы вроде пока элементарно все. 12 там это 4х1 плюс 3х1, да. То есть я, ну, смотри, я до 19, до 18 у меня все получается, потому что это, это самое. 19 у меня здесь из этих двух соткано. 20, соответственно, у меня. То есть я пока вот, вот, х плюс бы, у пытаюсь поднимать как можно выше. Вот, 20 у меня, ну, 10 плюс 10, 55, 22. Ну, то есть я пока вот, я хочу что сделать? Я хочу потом сделать, например, вот теперь я делаю здесь 21 и сразу получаю до 40. Понимаешь, да? Да. Понял идею? Да, да. Понял, да. До 40 сразу, да. Довел до 40. Хорошо. Но если так, то я и до 80 доведу. Потому что делаю здесь, тут даже не до 40, до 40 одного. Теперь я делаю 7 и 6 и довожу до 80 все. Так. Все, теперь у меня есть 81. Сейчас есть 81. А, 81, 9 и 9. Да. Вот. И я довожу до 160. и если я сделаю дважды 209, 9 и 9, то я доведу уже до 240. Понимаешь, да? Мне останется перебрать, ну, по сути, 20 вариантов. Но ты же за счет третьего слагаемого там что-то делал. 42 добавлял. Ну, да. Да. А, третьего, да? Не доведу, да? То есть до 160 доведу, а дальше нет. А дальше нет. Да, вот дальше теперь надо думать. То есть, хорошо. После того, как я довел до 160, я уже делаю здесь 9 и 9 плюс 9 и 9. Вот. То есть, ну, 161 тоже я делаю как-то так. А как? 161? Да. Ну, я 9 и 9 здесь делаю. Здесь 1 hd1, а дальше я умею делать с помощью. А, да. Да. Правильно, да? Или неправильно? Или неправильно. Подожди. 9 и 9 есть? Значит, сейчас 161 мне сейчас нужно получить. Да. 161, это 9 и 9. Ну, давай плюс 9 и 8, и дальше легко. Да, согласен. Все. Значит, тогда, тогда все-таки теперь я могу начинать с 9 и 9. Плюс 9 и 9. И у меня остается вот это выражение, нужно мне пробежать, грубо говоря, от 1 до, по-моему, 58, да? 162 плюс 58. Сейчас, что там? 260, да? 239, упрощит. Нет, сейчас. Сколько? 260, да? Да. А, нет, до 98. До 99? До 90. Ну, 162, это же тоже уже есть. А, 162 есть, да. Вот. До 98, да. Вот проблемы могут быть только вот где-то близко к этому. Ну, вот как 400 проблем, да, где когда-то максимум подбираешься, там они очень редко начинают идти. Да, 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 да. Проблемы начинаются здесь. Ну, давай посмотрим, вот скажем, здесь что я могу. Скорее всего, все маленькие там сразу, да. Да. Даже до 200, наверное, сразу, да. А дальше где-то могут быть проблемы. Могут быть дыры, да. Могут быть дыры, то есть мне нужно представить вот это. Да. Да, представить, как же, значит, нам сделать-то тут... До куда я добрался? До 40 легко, да, добрался? Угу. До 40. Хорошо, 40... Но до 40-ка-то за счет 3 слагаемый добрался. За счет 3, да? Угу. Так, сейчас 20, да, 21 был у меня. 20, ну, до 20 я добрался, да? Ну, хорошо, 21, все еще 7ю 3 плюс 0ю 0, 22, ну, надо добраться, наверное, надо посидеть, добраться. 22 это 3х5 плюс 6 на 1, 23 это... 3х5 плюс 7... 7, да. 23, 24, 25, 24, та же схема. 25, 5, 5. Угу. Значит, до 34 мы имеем. Угу. 35, 5, 7. До 44 имеем. Угу. 45 это 5ю 9. Да. И мы имеем уже до 54. Угу. Так, вот 55... Такой номер не пройдет. Закончился. Да, такой номер закончился у меня. 55 это... Ну, с другой стороны, 55 это 5ю 9 плюс 5ю 2. Угу. То есть, в принципе, все пока хорошо. Ну, 56, 7ю 8. Да, 7ю 8. 57. 57. Ну, ты понимаешь, да? Что у тебя время... У меня время все меньше. Тает, тает, тает. У меня тает время, да. У меня тает время. 57. Ну, хорошо. Нет, извини. Если у меня есть 56, это 7ю 8, то у меня уже до 65 все есть. Да. Вот. Значит, 66. Ну, да. Ну, подбираемся, подбираемся, да? Ну, подбираемся. У тебя время тает, тебе бежать, а я у тебя в гостях. Понимаешь? 66, это 8ю 8, это 64, и до 73 уже дошел. Да, хорошо. 72, это 9ю 8. Да. Поэтому до 81 дошел. Одного я дошел, на самом деле. 81, это все. Это 9ю 9 здесь. Правильно? Да. То есть, это уже остается... А, ну, остается плохо, да? Вот остается самое сложное. Да. Остается самое сложное. 81 мы имеем, то есть 243 мы получили. Да. И дальше там до 252 мы имеем, опять же. Да. Да. Теперь начинается 253. Значит, ну, уже ясно, что эти две должны быть 81, по сути. Ну, скорее всего. Ну, не скорее всего, иначе ты не наберешь. Да. Значит, смотри, остается несколько вариантов. Несколько вариантов. И вот оно пошло самое тяжелое. Да. Значит, 252. Вот, из всех 260 осталось буквально несколько уравнений. Да. Значит, 252. Итак, до 252 мы дошли. 253. Да, 253. То есть, на самом деле, после этого это сколько остается? 90. У нас 162, у нас 253. Это 91, да? То есть, вот они. Вот, вот. Вот, 8 вариантов. Да, вот они. 8 уравнений. Самые сложные. 8 уравнений. Нужно получить 91. 91 – это 7 умножить на 7 плюс 7 умножить на 6. Да. 91 делится на 7. Согласен. Вот. 92 – это… А можно было 9,9 плюс 2х5, кстати. Можно, да. Так, 92 – это… Это, значит, это 9,8 плюс 5,4. Согласен. 93. Слушай, как это прикольно. Это ужасно прикольно. 93 – это… Это такая олимпиада для пятиклассников. Да, 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 да. Это олимпиада для пятиклассников. 93. Что такое 93? Это 72 плюс 3х7. Да, согласен. 94. Пять уравнений осталось. 94. Так, 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 так. 94. 81 не годится. 64. Согласен. Плюс 5 и 6. 95. Это… 95. Это 95. Это 81 плюс 2х7. Да. 96. Слушай, краски сгущаются. 96, 97, 98 остались. Три числа. 96. 98-то идеальное. 98. Что, 98 был самый большой проблемой? Нет, там как раз и делится. Нет, 7 и 7 плюс 7 и 7. Конечно, тоже делится на 7. Так, 96. Это 16 на 6. 8 и 6 плюс 8 и 6. 48 на 48, да. Остался один. Только вот этот вот вариант нужно представить. Вот, значит, 97. Только 259. Да, ты прав. Значит, 97. 27. Стой, думаю. Все, 81 плюс 16. 48 плюс 49. Или так. Все, ответ «да». Ответ «да». Ответ «да». Но помучился, да, в конце? Ну, помучился. Помучился. Ну, там понятно было, куда мучиться, да. Красиво, красиво. Красиво. Слушай, ну, там осталась капуста. Смотри, капуста-то ладно, бог с ней. Да, бог с ней, с капустой. Капуста будет в следующий раз. Смотри, вот здесь, если вместе 260 поставить чуть побольше. Там уже начинаются дыры. Начинается нудятина еще больше. И, скорее всего, до какого-то еще момента, может быть, можно дойти. А потом дыры. А где-то бьют первые дыры. Да, бьют первые дыры. Вот задачу надо было поставить так. Найдите первые дыры. И вот эта задача решается гораздо дольше. Это бы убило. Ты же не знаешь, где это первые дыры? Всех бы убило, да. Всех бы убило. Потому что ты вот дошел до этого. Да, надо бы всех убило. До 252. И дальше вот это нудятина начинается. Каждый раз бьет. Это значит олимпиадный пятик. Это пипец, да. Ну и ты будешь смеяться, я считаю, это задача легкой. Не конкретно вот этого. Ну, я же, в принципе, справился быстро. Пункты А и Б, пункты А и Б. Это пятиклассники. Они просто мгновенные, да. Но ребята очень сильно боятся. Комплексуем, это олимпиадная задача, мы такие решать не умеем. Нет, это конкретная. Нет, нет. Легкая, да? Или вообще-то 19-ю все считаешь? Вообще пункты А и Б, вот они такого типа. Ответы либо да, либо нет. И ты знаешь, что это детерминированный ответ. Или да, или нет. Других вариантов нет. А вот здесь, ну здесь вопрос был так поставлен. Верно ли, да? А может было поставить? Найдите первую дыру. Найдите первую дыру. Все. И вот эта задача... После предыдущей задачи ясно, что она есть. Гробовой? Гробовой. Потому что ты будешь ее искать. Тут до 320. 320, да. Ну 397 уже дыра, да? Нет, нет, это в пяти. А, 34 значит. 324. То есть первая дыра это 324-315. И удивительно, что 260 еще дыр нет. Это точно дыра. А до этого, может быть, еще есть. Ты же их не знаешь. Ты знаешь, что 260 мы добрались. 316. Очень красиво. 316 получить нельзя. Максу респект. Это хорошая задача. Прям шикарная. Пункт ИАБД доступен всем. Я ребят призываю. Ребята, ну пожалуйста. Да, ну ребят, это реально чистый ум. Вот просто чистый ум. Если вы не умеете решать задачи пятого класса. Просто помозговали и все. Ребят, ну вы дураки. Нет, ну в 11 классе, если ты учишься, ты уже не дурак. Ну так будь добр, опустись до пятикласса, на уровне пятикласса и скажешь, так я тоже такое могу. Я же могу? Могу. А если не можешь, что делать? Если профессор 50 лет справился, наверное, да, можно. Василий Владимирович, если не можешь, что делать? Как говорится, снимать штаны и бегать. Нет, есть другой вариант. Ну на летнюю школу он уже пришел. Он же понял, как устроен ЕГЭ. Теперь что делать целый год? Целый год, что теперь делать? А, фигачить детские задачи за пятый класс. Не только их, а полностью готовиться к ЕГЭ. Полностью. Ну ты научился решать одну последнюю. Ну ты ЕГЭ не знаешь. Тебе же на все остальные тоже учатся решать. Да. Ну и учиться вообще математике. Это же математика. Это же логика, да? Это же логика, конечно. Просто фигачьте. Вот, так что да. Как говорит еще один мой хороший друг. Как там что-то такое занимать математикой у него? Мы пару раз снимались. Это wild messing, да? Что-то такое занимать математикой? Думайте критически. Во! Во! Думайте критически, занимайтесь математикой. Мыслите критически, занимайтесь математикой. Ну то есть подумайте фраза. Этим мы заключим. Завершим, да? Завершим, да? Ну давай. Все! Андрей, дорогой, спасибо огромное. Друзья, я вот прям. Получил удовольствие. Я получил удовольствие. Андрею, мои самые лучшие рекомендации. И хотите к нему заниматься. Вот. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Сделаем? Ну, конечно, сделаем. Летняя школа. О чем речь? На летнюю школу приходите. После летней школы еще целый год надо готовиться. И просто учиться. Просто математику. Читать книги. Вон, какие у него книги интересные. Это мы потом покажем. Про книжки, кстати, тоже можем поговорить отдельно. Да, да, да. Хорошо. Всем Маткульт пока. Увидимся на занятиях.